Всем привет, с вами Снайпер, и мы продолжаем проходить готику. Как вы помните в прошлой серии, мы еле-еле справились с кучкой огненных ящериц. Еле с ними справились. И, собственно говоря, вернулись в болотный лагерь, в лагерь сектантов. Так, сейчас мы поднимемся по лестнице и поговорим с Юберианом. Вроде бы его так зовут. Так, правда я не помню, как именно к нему надо идти, но ничего, сейчас заодно и вспомню. А, вот тут вроде бы. Так, ну силохранитель у нас не останавливает, это хорошо. Так, ты кто? Ясно. Что тебе нужно? Что за исследования ты здесь проводишь? Мои исследования так сложны, что ты в них ничего не поймешь. Не отвлекай меня от работы. Глупость неизвечима, я давно это знал. До встречи. До просвети. Чего? Больше не хочу. А, это больше не случится. Так. Не хотел бы. Как? О! Так. Какие у меня квесты? Юнитор. Эстер сказал, что мне, что Юбериан ищет магический храм Юнитор. Гуру можно найти внутри храмовой горы. Так, стоп, а это... А, это Коргалом, значит я просто немного не туда пришел. Так, ладно. Все, понял свою ошибку. Так, я не против, надеюсь, что если мы вскроем сундук. Так. Понятно, этот сундук для нас слишком сложен, а этот... Так, вправо, вправо, влево, вправо. Так, вот, рецепт Галлова. Так. Если читать это наоборот, ну, смысл ловить можно. Пинежок. Все. Что-то все равно какая-то ерунда, если честно. Так, ладно, фиг с ним. Не буду даже время на это тратить, на эту бессмыслицу. Так, ну что же, спускаемся тогда вниз. Так, кстати, сколько у нас очков обучения? 20. Ух ты, неплохо. Если найдем себе здесь учителя, то можно прокачаться, я думаю. Почему бы и нет. Так, Юберион, насколько я помню, находится вот в этом вот храме в скале. Надеюсь, что нас пропустят к нему без проблем. Да, вот смотрите-ка, пропускают нас туда без проблем. Так, ну пойдем сюда. Так, ну Юбериона я уже вижу. Но сначала мы обучим это здание на предмет всяких там разных сундуков и так далее. Так как в сундуках могут находиться какие-нибудь ценные вещи. Ну, пока что я ничего такого не вижу. Ну, ладно. Лежу тогда сразу говорить с Юберионом. А вот и он. Приветствую тебя, учитель Юберион. А, я тебя знаю. Это невозможно. Мы еще ни разу не встречались. Я думал, ты... Хорошо. Что тебе нужно? Я слышал, что ты хочешь что-то найти. Так и есть. Нам нужен магический Юнитор. Мы уже отправили за ним новенького Нироса. Но он все еще не вернулся. Может, ты сможешь выяснить, что с ним случилось. Где я должен его искать? Будешь выходить из лагеря, поверни направо. И дальше вдоль скалы. Дальше будет лес. За ним море. Там и должен быть Юнитор. Я верну вам Юнитор. Вот карта. На ней отмечено, где должен быть Юнитор. Так, хорошо. Уходи. Так, ясно. Сохранимся. Я надеюсь, Юберион не будет против, что мы... Повскрываем все здесь сундуки. Право. Так. Вправо, влево. Влево нет. Вправо, влево. Вправо, влево. Вправо. Влево нет. Право, влево. Вправо, влево. Вправо, вправо. Так. Сто руды. Болотник. Как всегда. Это мясо и зелье. Ну, в принципе, это не так уж и плохо. Руда нам всегда пригодится. Так, кстати, заодно здесь мы доспимся, а то ночь. Так, хорошо. Уходи, 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 уходи. Так, ясно. Так, еще сундук. Право, нет. Влево, да что ж. Влево, влево, влево. Да что ж такое-то. Влево, вправо. Влево, вправо, вправо, влево. Влево, вправо. Право. Да что ж такое-то? Влево, влево, вправо, влево. Право. Право. Влево. Да что ж. Да. О, наконец-то. Так, руда. Опять же болотник. И черт возьми, были бы тут хотя бы отмычки. Мне их осталось всего лишь 11 штук. Этого мало. Так. Так, в книжках, как всегда, ничего интересного. Так, ну а здесь... Влево. Влево, влево, вправо. Влево. Влево, нет. Влево, влево, вправо, влево, вправо. Влево, влево. Влево, вправо, влево. Вправо. Вправо. Вот тут быстрее. Так. И черт возьми, опять нету отмычек. Да что ж такое-то. По крайней мере, здесь есть зелье. Так. Ну никаких особо полезных зелий тут не было. Ну ладно, мы здесь взяли все, что можно было взять. И теперь выходим отсюда. И пойдем искать юнитор. А, нет. Сначала мы... Поищем учителя. Чтоб мы могли лучше сражаться с одноручным оружием. Людям лучше этого. Но тут есть проблема. Я не помню, где искать учителя. Полотный лагерь. Вроде бы не такой уж и большой, но черт возьми. Ну какой-то запутанный что ли, не знаю. Лично мне здесь очень сложно ориентироваться. Так. Где тренируют воинов? Я, естественно, не помню. О, смотрите-ка, нашли. Раньше все было намного лучше. Не то, что сейчас. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Хочешь стать хорошим воином? Да. Тебе действительно нужно найти опытного учителя. Хорошо. Но, к сожалению, я не тот, кто сможет помочь тебе. Я обучаю лишь тех, кто входит... А, черт. Корангар говорил с тобой. Что он тебе сказал? Хм, а что бы ему ответить? Твой учитель сказал, что ты не достоин носить доспехи стража. Нет. Он никогда не сказал бы этого. Только не обо мне. Убери оружие. Хм, да, это был плохой вариант. Ну ладно, тогда скажем ему правду, наверное. Просто мне было интересно, как он отреагирует. Он сказал, что я должен прийти к нему, когда стану стражем. Наверное, ты ему понравился. Он почти не... Он оказал тебе большую честь, заговорив с тобой. Со мной он в последний раз говорил два месяца назад. Некто пофиг на это, если честно. Нет, судя по всему, в болотном лагере никто нас учить не будет. Хотя, может, еще один раз поговорить с Ангаром. Нет. Ну что ж, ладно. Хрен тогда с ним. А, и ладно. Тогда пойдем прямо сейчас искать этот долбанный юнитор. Юнитор в первой готике это тоже самое, как во второй готике наш ворона. Эти самые... Как они там называются? А, фокусирующие камни. Как те камни, которые мы в Йоркендаре ставили, чтобы... Чтобы поставить их на пьедесталы, чтобы активировать телепорты, которые там стояли. Кому нельзя доверять. Каждый может обмануть. Уже тогда было ясно, что дело, но если дело, чтобы ее оказать, чтобы... Все время, одно и то же. На. Да, одно и то же. Интересно, в этом... Все время одно и то же. Так, может, нам быстро что-нибудь скажут? Ясно. Да хрен. Ничего хорошего он не скажет. Ну ладно. Тогда идем с Юнитором. Выбор очевиден. Так, ну сначала, насколько я помню, надо... Забраться наверх. По пути мы будем собирать всякие травы, которые мы находим. Они нам могут еще пригодиться. Так, а теперь идти, насколько я помню, надо в ту сторону. О, ящер. Ну-ка. Хорошо. Так, где нам надо куда-то туда, вроде бы. Так, о, волк. Сейчас мы его тоже покараем. Так, а это что за такое ущелье какое-то или что-то? А, видимо, ничего такого серьезного. Так, ладно, идем дальше. Так, падальщик. Так, вроде мы уже скоро дойдем до того места, где должен находиться Юнитор. Так, здесь у нас 4, 5 падальщиков, которые для нас не проблема абсолютно. Как обычно, грибы. Так, и что у нас? Так, каменный корень. Так, ладно, всякую фигню не будем уже собирать. Фиг с ней. Так. Так, а вот и то самое место. Так, залечимся, потому что, насколько я помню, этот послушник должен будет на нас напасть. Так, сохранимся, потому что в противном случае я не хочу проделывать такой путь заново. Исчезни, здесь тебе не место. Я ищу в камень Юнитор. Ты пришел слишком поздно. Я уже сам нашел его. И я решил оставить его себе. Ночью я слышал слова спящего. Он сказал, что теперь я его единственный последователь. Теперь только я буду служить спящему. Он больше не нуждается в гуру и стражах. Ой, это ты зря чувачка. Мое оружие будет яснее моих слов. Ты это, ну, конечно. Так, вот он Юнитор. Ну, в общем, берем у него, естественно, все, что у него есть. Так, и убиваем его. Так, Юнитор мы нашли, хорошо. И сейчас будем возвращаться к Юбериану. Чтобы отдать этот Юнитор. Так, если я спрыгну, интересно. Вряд ли это хороший вариант. Так, ладно, спрыгивать мы отсюда не будем. И после того, как мы поговорим с Юберианом, насколько я помню, мы должны будем отправиться в шахту, чтобы подраться с ползунами. Это будет то еще приключение. Ну, я думаю, что мы с этим справимся. Потому что наш главный герой хоть и немного глуповат, но зато он сильный. И этого хватает. О, тут отреспаунились некоторые монстры. Прикольно, сейчас мы их покараем. Опыт это всегда хорошо. Так, вот тут отреспаунился один кротокрыс. Хорошо. Хотя, насколько я помню, вроде бы надо будет не только задание убивать ползунов, вроде бы надо будет еще сразиться с болтажерами. Но я могу что-то путать. Возможно, это будет связано с другим квестом. Если честно, не помню. Ну и неважно. Сейчас все равно это узнаем. Так. Послушник не раз сошел с ума. Он сказал, будто спящий явился ему и избрал его своим единственным слугой. Потом он напал на меня и захотел убить. Могущество спящего слишком велико для разума послушника. Лишь мы, гуру, после долгих лет медитации смогли достичь той силы духа, что позволяет нам выносить голос всемогущего спящего. Я нашел, Юнитор. Замечательно. Ты очень сильно помог нам. Отнеси его теперь к Оргалому. Он знает, что с ним делать. А я не заслужил награду? Так и быть. Ты не из нашего братства, но я награжу тебя. Возьми этот амулет в благодать. Так, что за амулет? Амулет в пламени, засчитает 2 дня, 10. Ну что ж, возможно пригодится. На худой случае его можно продать нехило. Так, ну что ж, теперь направляемся, как сказал Юбериан, к Оргалому. Здесь наверно... Нельзя верить ему, что не говоря, что здесь тут что-нибудь измельчится. Так, забираемся по лестнице. Так, ага. Что тебе нужно? Меня прислал Юбериан. Я принес Юнитор. А, Юнитор. Теперь-то я смогу изучить действия этого редкого артефакта. Если бы у меня было достаточно слюны этих мерзких тварей. Тогда было ясно, что это дело не конец. Юбериан сказал мне, что ты дашь мне награду за Юнитор. Да, он так сказал. Думаю, 50 кусков руды тебя устроит. Слюны? Да. Как ты уже знаешь, я делаю зелье для Великой Церемонии. Слюна ползунов является одним из самых ценных компонентов. Ты ведь знаешь, кто такие ползуны? Да. Отлично. Расскажи еще. Что ж, недавно спящий послал мне одно видение. Он подал мне знак. Я понял, что кроме слюны ползунов в зелье нужно добавить что-то еще. И он избрал меня для этой миссии. Ты получишь задание не от меня. Эта честь будет оказана тебе самим спящим. Невероятно. Молчи, глупец. Он дал мне понять, что избранный мной путь верен, но средства недостаточно сильны. Это значит, что второй компонент тоже нужно получить у ползунов. Но это не слюна. Должно быть что-то еще. И в шахтах ползунов нам будет действительно придется сразиться с ползунами и с их не помню, матки что ли? Или как она называется? Я уже забыл. Ну, это что-то вроде босса, но довольно легкий. Там будут яйца ползунов. Именно их надо будет принести Юбериану. Это значит, что сейчас мы идем даже не знаю. В старый лагерь можно, чтобы хотя там нас фиг кто обучит бою одноручным оружием. Так, ладно. Сразу отправляемся в шахту. Так, что я немного не туда пошел. А, черт. Так, вот вход в лагерь. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили. Мне казалось, что... Да, люди все... Не хотел бы я попасть. Я думаю, что путь до шахты я вырежу, так как на этом пути вряд ли будет что-нибудь интересное. Так, друзья, вот я уже у старого лагеря. Единственное, что вы пропустили, то, как я порубал падальщиков и просто некоторых монстров. Ничего важного за это время не случилось. Так. Сейчас надо бы у кого-нибудь закупиться отмычками. Я даже знаю, у кого. Так, и сколько у нас очков обучения? Так, 20 до следующего уровня. О, до следующего уровня совсем немного-то осталось. Так, но обучаться мы сейчас ничему не будем, так как я хотел обучиться второму уровню владения одноручным оружием у наемников. О, да, кстати. Тут мы сохранимся. И тут вас, как вы уже многие, я думаю, поняли, вас ждет тут небольшой сюрприз. Многоуважаемые бароны, уважаемые стражники, призраки и рудокопы, позвольте представить вашему вниманию группу In Extremo! Ну, посмотрим концерт, почему бы и нет. Многоуважаемые Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну ладно Ладно, фиг с ними, пойдем дальше Не будем тратить на это время Я думаю, что вы и так знаете об этой, можно сказать, пасхалке Так, ну сейчас мы накупим отмычек и отправимся в новый лагерь Хотя нет Мы не отправимся в новый лагерь, мы Отправимся в шахту, чтобы Подраться с ползунами Сейчас мы продадим все, что нам не нужно И отправимся О, продадим наши старые доспехи Они нам больше не понадобятся Оружие, которое нам нафиг не нужно Так, это мы оставим Так, ну теперь давай нам руду Фиск Я не имею к этому никакого отношения Не хотел бы я, чтобы со мной не были таки Я не имею отношения к этому Так, прекрасно Ну а теперь Отправимся К Шахте Черт Да, фейл Так Давай убирай Ладно, тут я сам лоханулся, признаю Всякое бывает Ладно, сейчас снова ему все продам Я это вырежу, потому что это надолго Так, друзья, я снова продал ему все, что нам нафиг не нужно Купил те отмычки И теперь мы наконец-то можем Выходить из этого лагеря Как я уже говорил В шахту Дойдем до шахты И на этом серию, я думаю, закончу Так же, как В шахте мы проведем довольно много времени Я думаю, что на полцунов мы потратим целую Одну серию Если не две Так, ну ищожем этого коротокрыса Раз уж я его все равно заметил Хорошо Опа, пиво Так Тут у нас отреспавнился падальщик Лучше бы ты спрятал свое оружие Которого мы сейчас тоже покараем Хорошо Так, там я вижу коротокрыса Впереди нас ждет Кто это? Волк Хорошо Ну, с этими кровавыми мухами Мы сразимся как-нибудь потом Так как сейчас Наша главная цель Дойти до той шахты Так, падальщик О, новый уровень Прекрасно Замечательно Теперь у нас 30 очков обучения Вот мы уже почти добрались до шахты Ну, что же я могу сказать Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Вступайте в группу ВКонтакте Всем удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok